Всем привет, с меня Виолетта, и это мой новый хобби-влог. Очень давно не было таких роликов на канале, надеюсь, что вы соскучились. Я, честно скажу, очень соскучилась по таким видео. В общем, захотелось вместе с вами оформить разворот, посвященный раскраскам в моем блокноте на это лето. В общем, обычно я делаю один разворот на месяц, и у меня там и планы, и все, что я раскрашиваю вне плана, и покупки, и, может быть, еще какие-то дополнительные записи. Но на лето я решила сделать общие планы, поэтому выделила два разворота под все свои вот задумки. На первой страничке пишу свои планы в раскрасках по номерам. У меня их достаточно много, так как это основная, планируемая моя часть в раскрасках. Все, что я хочу раскрасить в обычных книжках, я беру просто вне плана, чаще всего. Вот. Не будет видно, как я оформляю кусочек там внизу, потому что съехал блокнот. Я его немножко притянула вниз, когда оформляла. Вот, за что? Прошу прощения. Вот. Использовала здесь декоративные скотчи, наклеечки, которые мне подарила Алина Плис, за что огромное-огромное спасибо. Мне они очень понравились, качественные, прикольные и, самое главное, позитивные. Вот. Все делала в желтом цвете. Не знаю, почему-то вот у меня такая ассоциация произошла, что лето должно быть желтого цвета. Не знаю, почему. Вот. На второй страничке я решила записать свои планы в спиральных раскрасках, а также в раскрасках по полосочкам. Вот. И как вы можете заметить, там у меня довольно-таки много всего. Вот. Конечно, некоторые раскраски, которые я думаю, что, скорее всего, раскрашу летом, но это как бы не точно, не вошли в этот план. Не знаю, вот так решила. То есть это то, что я буду обязательно-обязательно красить, а все остальное это уже по желанию. Вот. Оставила место для наших челленджей с Алиной три в ряд. Вот. Там видно, что задание для палитры, для песни. Третье — это мы вытягиваем тему. И, ну, я ее не подписывала, потому что, естественно, мы ее еще не вытягивали. Вот. И как вы можете заметить, обычных раскрасок у меня всего четыре, которые не по номерам, не спиральные и не по полосочкам. Вот. Вне плана я здесь оставила место для того, чтобы записать, какие раскраски я начала. То есть они были пустыми, и я их вот за лето начну. Вообще хотелось бы, конечно, ну, прям минимум 30 раскрасок начать. Но не знаю, получится, не получится, потому что в июне у меня сессия, в июле у меня практика, и будут еще некоторые дела, которые, возможно, мне помешают раскрашивать. Ну и вот в августе я как раз хочу посвятить время хобби, хорошенечко отдохнуть. Вот. Скорее всего, у меня будет много работы в августе, но ничего другого не будет, поэтому я смогу раскрашивать. Вот. Не знаю, поеду ли я в отпуск, не поеду, посмотрим, поживем, увидим. В общем-то, так. Итак, пришло время распаковать посылочки. У меня здесь две бандерольки с раскрасочками. Ссылочки оставлю внизу в описании, где их можно приобрести. Вот. Также обязательно сниму отдельный обзорчик, поэтому ждите, совсем скоро на канале покажу. Первая посылочка из Карелии с раскраской, собственно, карельской. Я здесь порезала пакетик, в котором была сама раскраска, но книжку не порезала, что самое главное. Вот. Вот. Здесь есть карельские слова, вот, с переводом. Вот. Не буду сейчас вам все картинки показывать. Ну, вот так сделаю. Бумага плотная на ощупь, очень такая приятная. Вот. Такая прелесть. Причем посылочка пришла... О, здесь смотрите, как это делано. Приклеено. Что это? Раскраска для карандашей. Здорово. В общем, пришла книжечка буквально из соседнего дома, где живет моя бабушка. Очень, ну, забавное такое совпадение. Безумно интересно показать вам эту маленькую раскрасочку. Я думаю, что многим она тоже понравится. Вот. И вторая книжечка из Ленинградской области. Вот. Приехала она очень-очень быстро. Ну, собственно, далеко от меня. Хотя письмо из Карелии тоже пришло достаточно быстро. Я думаю, в принципе, тоже не очень далеко идти. Так. Я сейчас думаю, как открыть все, чтобы ничего не порезать. Чтобы все было аккуратно. Ой, тут тоже книжечка в пакетике. Я думаю, что нам не жалко пакетик. Мы можем его порезать. Вот такая раскрасочка. И так. Момога, кстати, на ощупь очень плотная. Вот так покажу вам несколько иллюстраций, чтобы вы понимали, что нас ждет. Вот. И есть еще такой рисунок. Очень приятно. Я прям обожаю вот эти все открыточки, закладочки, календарики, какие-то такие моментики. Я всех собираю, коллекционирую. Обязательно вам покажу в отдельном ролике все, что я насобирала. И, в общем, эта карточка тоже пойдет в мою коллекцию. Вот такие раскрасочки. Я прям очень рада их получить. Обязательно ждите, как я уже сказала, обзоров. Я думаю, будет интересно посмотреть. Еще ни у кого не видела вот этих книжек. И еще в этом ролике я хотела показать вам свою коллекцию закладок. Чем вообще пользуюсь в раскрасках? Показать, рассказать, что удобнее лично для меня. Ну, может быть, вам что-то посоветовать. Лола недавно показывала по моему запросу. И, в общем, мне тоже захотелось с вами поделиться, чем вообще я пользуюсь. Чаще всего, конечно, я использую в раскрасках или вот такие бумажные стикеры, или точно такие же пластиковые стикеры-закладки. Пластиковые стикеры хороши тем, что их можно использовать много раз. А бумажные хороши тем, что здесь можно что-то написать. Например, если вы с кем-то раскрасили эту работу, или в вашей раскраске кто-то раскрасил эту работу, ну, или просто какую-то пометку сделать, которая вам нужна. Но есть стикеры, которые хорошо клеятся. например вот такие а есть точно такие же но фигурные то есть форме например пингвина и они плохо клеятся вот здесь именно рисуночки свинюшек а форма ну она как бы можно сказать обычная а есть прямо в форме пингвина и они клеятся на мой взгляд вот плохо то есть они теряются надо в рассказках вот дальше закладки которые используют обычно для челленджа каких то есть помечаю картинки которые я может быть раскрашу или которые мне понравились или которые я хочу вам показать и то есть это у меня закладки которые не так часто пользуются они в основном используются именно для каких-то роликов первый это вот у меня такой органайзер он стоит в другом органайзере на столе и здесь у меня есть магнитные закладочки с экспрайса я сейчас их уже собрала на лето то есть у меня потом покажу есть еще другие закладки я их меняю то есть летом я пользуюсь вот этими ягодными фруктовыми потом вот такие они у меня демисезонные то есть на весну например вот они пока еще здесь актуально вот эти они прям лето-лето четыре штучки это вот наборчики все из фикс прайса вот соответственно так как мне обычно прям много закладок не нужно я храню буквально вот такое количество остальные у меня лежат в другом контейнере в другом органайзере и соответственно когда будет осень-зима я их переставлю вот и здесь у меня еще лежат закладочки лабиринта вот они такие они очень хорошие потому что здесь магнитик на всю закладку это раз-два они очень красивые три они не бумажные то есть они здесь покрыты в общем чем-то плотные хорошие качество закладочки вот мне очень нравится их оформление а мои любимые это конечно с мумитролями вот и вот эти фиолетовые я их очень люблю это похоже да на каролину стране кошмаров тоже очень классно в общем такие до сих пор такие закладки и продаются на лабиринте и в подарок к заказам они их кладут но там нужно при определенных каких-то условиях раньше как будто было это выгоднее проще сделать чем сейчас то есть там ну прям большие суммы надо набирать вот хотя раньше тоже я действительно заказывала на лабиринте там и на 2 и на три тысячи рублей разом сейчас я обычно рублей 500 заказа вот также есть бумажные такие закладочки но это просто буквоеде не выдавали это в британских пекарнях я взяла на такой тортик красный бархат приятно вот это вообще знаете здесь детские закладочки которые там по 5 рублей раньше продавались вот я очень люблю хэллоукетти и кошек я очень люблю вот эти вот всякие картинки мемы с котами вот поэтому даже не знаю то что они такие детские вот мне очень нравится не поднимают настроение использую такая еще есть маленькая закладочка но не очень удобно потому что она теряется проваливается вот есть у меня целая коллекция закладок с бук депозиторием я ими не пользуюсь вот конкретно этими которые у меня лежат в косметичке это у меня именно коллекция моя сейчас вам тоже покажу может кому-то интересно а вообще у меня есть еще много повторов ими я как раз пользуюсь обычно очень пользуюсь первое это у меня вот серия лежит с комиксами это все то что не повторяется достаточно много вот дальше это самая-самая первая закладка она вот в стиле как это называется хюги скандинавии вот это все тоже нравится вот эти две закладочки просто очень красивые особенно вот это розово-фиолетовая очень нравится тоже это одна из старых там серии дальше тут много целая куча раскрасок этих закладок которые мне не очень нравится тут и странные то есть это или реклама видимо чего-то что такое потом хэм тут были такие закладочки это прикольная красивая вот это не нравится мне таких кстати на самом деле много и я и ночную пользуюсь это тоже симпатично вот и была серия к 8 марта и был girls собственно такая коллекция у меня здесь еще лежит одна закладка из раскраски но она не для раскрашивания поэтому я тоже ложилась сюда чтобы они все вместе как-то у меня лежали хранились вот и еще у меня есть вот такой контейнер со всякой осячины в том числе здесь есть закладочки вот эту закладку мне очень жалко использовать потому что она такая красивая это бомон стикерс фирма очень классно прям шикарная поэтому она у меня лежит когда-нибудь может быть не будет не жалко вот наподобие таких пластиковых закладок я имел ввиду магнитная закладка с котиком она очень большая тоже качественно хорошая но ну как бы она слишком большая мне очень удобно не пользоваться я больше вот советую именно такие всякие маленькие но у меня все маленькие они из экспрайса они очень хорошие очень классного качества поэтому я могу посоветовать есть еще две вот такие закладочки но это как линейки закладки это в артенаре в подарок вали вот вот эти закладки они у меня тоже из экспрайса и как раз я их использую больше осенью зимой вот ну вот эти школьные они у меня ассоциируются как бы с началом учебы поэтому на осень вот но эти просто нейтральные такие спокойные и вот такие у меня есть еще это тоже осень зима но тут вот эти прям зимние зимние очень люблю зимнюю канцелярию она создает какой-то определенный вайб атмосферу настроение поддерживает поэтому я стараюсь зимнюю канцелярию использовать только зимой то есть у меня и наклеечки там есть и всякие скотчи декоративные вырезки бумажки и так далее в общем иногда очень редко я использую еще открытки в качестве закладок но это скорее открытки именно раскрасочного плана то есть то что нужно самим раскрасить вот конечно конечно есть еще и закладки и открытки вот как раз который нужно раскрашивать на этом как уже говорила покажу в отдельном ролике вот такая была коллекция что могу сказать ну вот если вам удобно использовать всякие бумажные закладки да то вообще не важно что это будет можно и самим их сделать целую кучу разных и много где их там выдают и в целом купить что-то красиво можно мне есть еще набор закладок с алиэкспресса с цветами но он очень далеко лежит потому что я их обычно использую не как закладки а как вот картинки какие-то эстетические или что-то такое вот мне конечно больше удобнее закладочки такие маленькие одноразовые или пластиковые многоразовые то есть для меня это самый такой наиболее удобный вариант вот хотя знаю что очень многим нравятся и магнитные закладки и на самом деле вот магнитные закладки могу точно абсолютно посоветовать из фикса потому что ну они реально классные крутые вот наверное это было все всем большое спасибо за просмотр с вами была виолетта всех люблю целую обнимаю пока пока